Музыка 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 повозки, текла грязь, не было канализации. Он говорил, мне кажется, Геннадий Андреевич, нельзя вылезти из этого. Я ему сказал, Александр Петрович, вы не то смотрите. Я вас отвезу на Великую Китайскую стену, которая длиной 9 тысяч километров, ее не прикрывают облака, она всегда видна из космоса. Я тебе прокачу по Великому Китайскому каналу 2,5 тысячи километров, а под Шанхай он шириной почти 300 метров. И ты поймешь, что такое китайская нация, которая копала этот канал 17 веков подряд. Я тебя отвезу в Шалинский монастырь, где 500 лет учат боевым искусствам, и ты поймешь, что там борьбу ведут не на матах, а на камнях, где выковывается соответствующий характер. Я тебе покажу, как строились наши 156 заводов по указу и приказу Сталина при поддержке Моудзудуна. И ты поймешь, что первый трактор на китайской земле был советский, первая машина была советская и первый приемник был советский. А сегодня они понастроили тысячи предприятий. Наша делегация, вот Калашников с огромным удовольствием смотрел на все это, губернатор Клычков, Корниенко, наш секретарь, который Дальним Востоком. Я говорю, поедемте, покажем тракторный завод. Начинается с ДТ-54. 38 наших инженеров, поименно, никого не забыли. И линейка тракторов всех типовых видов, которые производят сегодня, продает десятки стран мира. Я говорю, поедемте на автомобильный завод, и вы увидите, что китайцы сегодня делают все типы пассажирских автобусов, включая двухэтажные для Англии, уже поставляют со сторон мира. И вы увидите, как они используют сегодня передовой опыт со всей планеты. Я должен сказать, что если мы говорим о стратегическом партнерстве, мы должны помнить, что Китай дорожит социализмом своей спецификой. Китай никому ничего не навязывает, но предлагает единый путь, по один пояс. Уже 130 стран поддержали, а мы можем быть тем мостом, который объединит Европу и Азию, потому что с Европой у Китая сегодня товарооборот 800 миллиардов. У нас в лучшее время было 450. В свое время Деголь предлагал построить Европу от Атлантики до Владивостока. Он тогда далеко смотрел, но после московской командировки полетел в Китай. Его спросили, зачем? Он сказал, еще никто в мире не знает, что можно ждать от этой огромной страны. А сегодня мы видим, как она преобразуется и как она реализует уникальный программ. Маятник истории пошел влево. Его никто не остановит. Ни нацисты, ни бандеровцы, ни фашисты. Планета требует справедливости. Планета требует уважения к человеку труда. Планета требует классного и качественного образования. Китайцы вслед за ленинско-сталинской модернизацией продемонстрировали, как это можно сделать. Ленинско-сталинская модернизация. Темпы были средние 12-15%. Китая за 78%. По реформам Данциапина 9,5%. Мы были провинцией Ханань. В этой провинции 109 миллионов. В стране 120 городов-миллионников. Столица выглядит как картинка. Я был там третий раз. Они мне показывали, что можно сделать, руководствуясь идеями созидания. Но они начинали с того же Бедлама, культурной революции, с того же Горбачева, как у них был. Данциапину, старику, еще двум, хватило воли раздавить эту ЦРУшную команду на Тяньаньмы, навести порядок и двинуться вперед. Мы все носимся с теми, кто тут страну уберет слева, справа, всякие санкции, утираемся, умываемся и будем умываться до той поры, пока не будут выполняться установки президента. Мировые темпы, борьба с бедностью, новые технологии, качественное образование и все остальное. Для этого нужен бюджет развития. А он 30 с лишним триллионов. А пока тот бюджет, что есть, не реализует ни установки президента, не позволит нам вырваться из капкана кризиса. Давайте сегодня помогать друг другу и учиться. Я считаю, мы справимся с этой задачей совсем.